Физико-технический институт им. А. Ф. Иоферан – один из крупнейших научно-исследовательских институтов России, основан Абрамоом Федоровичем Иофе в 1918 году, расположен в Санкт-Петербурге по адресу Политехническая улица, 26 институту, принадлежа также здание на Политехнической улице, 28, построенное для него в конце 1970-х и филиал у Шивалови. История основания института. Датой создания института считается 29 сентября 1918 года, день подписания декрета о создании физико-технического отдела Государственного, Рентгенологического и Радиологического института. С момента основания в институте работает Радиевое отделение, одним из организаторов которого был Э.В. Мысовский. В 1922 году отделение получили статус отдельных научных институтов. Одной из задач Радиевого института были исследования радиоактивных элементов. В первую очередь Радиа, директором Радиевого института стал В.И. Вернадский, его заместителем В.Г. Хлопин. Физический отдел института возглавил Э.В. Мысовский. На основе физико-технического отдела, возглавляемого А.Ф. и ОФЭ, был создан Государственный физико-технический рентгенологический институт. Главное здание. Здание на Политехнической улице. Д.26. Построено в 1912-1916 годах в неоклассическом стиле по проекту архитектора Г.Д. Грима для убежища для престарелых неимущих потомственных дворян в память 300-летия дома Романовых на 40 презреваемых. На втором этаже устроили церковь. Средство на постройку здания выделило губернское дворянское собрание. В 1920 году здание приспособили под институт по проекту гражданских инженеров П.И. Сидорова и Е.В. Белинского. Торжественная передача здания институту состоялась 4 февраля 1923 года. Угловая левая часть здания до 1953 года была квартира А.Ф. и ОФЭ. В 1927-1928 годах пристроили дворовую часть. В 1970 году здание частично перестроили и расширили по улице Курчатова. Перед главным фасадом установлены бюсты А.Ф. и ОФЭ и Б.П. Константинова. По обеим сторонам от главного входа расположены мемориальные доски. Слева от входа С.Н. Журкову, Ю.Б. Харитону, А.П. Александрову, Я.И. Френкелю, В.М. Тучкевичу. Справа от входа И.В. Курчатову, Б.П. Константинову, Н.Н. Семенову. Краткая хронология. 1 января 1922 года. ФИЗТЕХ становится самостоятельной организацией под названием Государственный физико-технический рентгенологический институт. 1925-1931 образована Центральная физико-техническая лаборатория при ВСНХ. И после ряда переименований объединяется с ГФТР в Государственный физико-технический институт при ВСНХ. 1932 ГФТР преобразован в комбинат физико-технических институтов, руководимый АФ и ОФЭ. В его составе – физико-технический институт, электрофизический институт и институт химической физики. Образуются лаборатории по изучению атомного ядра во главе С.В. Курчатовом и физики полупроводников во главе ОСАЭФ и ОФЭ. Кабинет теоретической физики преобразуется в теоретический отдел. 23 ноября 1933 года деятельность комбината прекращается и из него выделяется ленинградский ФТИ, электрофизический институт и институт химической физики. В 1935 году ЛФЭ был расформирован, а на его базе организован новый закрытый институт НИИ-9 секунд оборонной тематикой, включавшей радиолокацию. Научным руководителем его стал Эмабонч Бруевич, директором Энэ Смирнов. К началу войны усилиями ученых и инженеров ЛФТИ, НИИ-9 и других организаций были созданы опытные наземные радиолокационные станции. В 1936 год начало работ по защите кораблей от магнитных мин и торпед. В итоге была создана система размагничивания. В годы войны устанавливавшаяся на корабли Катара, ни один корабль, оснащенный этой системой, не подорвался на немецких магнитных минах. 5 марта 1938 года, письмо сотрудников ЛФТИ во главе САЭФ и ОФЭ предсчитателю СНК СССР В. Молотову о необходимости развития экспериментальной базы ядерных исследований. 28 мая 1939 года, институт включается в состав АНССР. 21 июня 1941 года, подписан акт о вводе в строй здания циклотронной лаборатории института. Август 1941, часть лаборатории эвакуируется в Казань. Казанская группа работает под руководством АЭФ и ОФЭ, лабораториями оставшимися в Ленинграде. Руководит ППК Бека. 28 сентября 1942 года, вышло распоряжение ГКО номер ГКО 2352СС. Об организации работ по урану, в соответствии с которым из сотрудников, находящихся в Казани, организуется лаборатория атомного ядра. В 1943 году в процессе развития атомного проекта лаборатория преобразована в Курчатовский институт. Февраль 1945, эвакуированные в Казань лаборатории возвращаются в Ленинград. 1946, начато исследование по разделению изотопов в рамках атомного проекта СССР. Пуск циклотрона ЛФТИ, крупнейшего в стране. 1956, начало строительства реактора ВВРМ и образования филиала ЛФТИ в Гатчине, куда переводится исследование по ядерной физике. 3 декабря 1960 года ЛФТИ присваивается имя АФОФИ. 19 апреля 1968 года указом Президиума Верховного Совета СССР в ТИМ АФОФИ награжден Орденом Ленина. 1971, отделение Института ядерной физики и присоединение Института полупроводников. 1980, запуск крупнейшего в серии «Токамака Туман-3» 2002. На базе ФТИМ АФОФИ создана ФТУ, директора Института до 1950. АФОФИ 1950-1957 АПК «Мар» 1957-1967 БП «Константинов» 1967-1987 В.М. Тучкевич 1987-2003 Ж.И.Алферов с 2003 А.Г.Забродский. Подразделение Института Центр физики и наногетероструктур. Отделение твердотельной электроники. Отделение физики твердого тела. Отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики. Отделение физики полупроводников и диэлектриков. Интересные факты. ФТИМ АФОФИ занимает первую строчку в списке российских институтов по суммарному индексу цитирования научных публикаций своих сотрудников. Известные ученые ФТИМ Нобелевские лауреаты Н.Н.Семенов, Л.Д.Ландау, Ж.И.Алферов.